Бургер с лягушатиной полуголой монахини на улицах Неаполя. Об этом не только в нашем обзоре. В ЮАР съемочную группу обворовали за несколько минут до прямого включения. Корреспондент Вуэм Воку готовил материал о прибывшем на лечение в Йоханнесбург президенте Замбии Эдгаре Лунгу. Оператор включил камеру, которая и зафиксировала, как грабители отбирают у репортера и его коллег мобильные телефоны и ноутбук. Крупный улов французских грабителей. На трассе в Авалоне банда вооруженных преступников напала на два бронированных грузовика и вынесла ювелирных изделий на 9 миллионов евро. Грабителей было около полутора десятка. Все одеты в куртки с капюшоном. Полиция продолжает поиски. Священные апартаменты. Лидер сборной Швеции по футболу купил себе евангельскую церковь в Сокгольме. Златан Ибрагимович отдал за здание 4 миллиона 700 тысяч евро. Также футболист оплатил работы по переоборудованию помещения в апартаменты. У него уже есть вилла во Флориде, квартира в Нью-Йорке и особняк в родном Мальме. Скандал в Неаполе. На улицах города появились рекламные постеры с полуголой монахиней. И это менее чем за две недели до визита папы Франциско. Провокационная реклама принадлежит бренду одежды. Девушка на фото рекламирует джинсы. Итальянцы негодуют и требуют снять постеры. Компания заверяет, что не хотела оскорбить религиозное чувство горожан. Джек Воробей получил травму. Голливудский актер Джонни Депп повредил руку в Австралии, где снимался в пятом фильме о пиратах Карибского моря. Инцидент произошел за пределами съемочной площадки. Исполнителю роли Джека Воробья пришлось вернуться в Лос-Анджелес, где ему сделают операцию. Полет Ласки на Дятле увековечили в памятной табличке. Лондонский парк отныне украшает мемориальный знак с символическим изображением животных и надписью «Городской парк Хорнчерч. Дом Ласки, оседлавший дятла». Табличку установил местный житель, без ведома властей. В начале марта эта фотография стала настоящей интернет-сенсацией. Бургер с лягушачьими лапками. Такой гибрид французской и американской кухни начали продавать в кафе при Музее природы и науки в Токио. Создание блюда приурочено к открытию выставки «Смертельные яды». В состав бутерброда входят лягушачьи лапки во фритюре, салат и черная булочка. Стоимость блюда около 8 долларов.